Знакомьтесь, это Игорь Бац, предприниматель из Колпашевского района. Чем заняться молодому парню после армии в 90-х на севере Томской области, в маленьком поселке? Производство и промхозы угасали, а вот лес кормил всегда. Так Игорь Бац с небольшим семейным подрядом начал свой будущий серьезный бизнес. Основной продукт Игорь продолжает добывать на малой родине, где все и начиналось, в Куржино. Начинали, конечно, с малого, сначала сушили, но основательно начали заниматься с 97-го года. То есть мы уже там поставили свою небольшую грибоварку, сушилки сделали, ну и начали потихонечку готовить грибы, потихоньку закупать у населения. Ну и постепенно, с годами мы уже искали рынок сбыта. Но всегда была идея сделать полную переработку, чтобы вот так по баночкам фасовать и куда-то уже шире свою продукцию предлагать. Все начинается за склады. Значит, это грибы первичной переработки, которые мы непосредственно готовим в лесу, в лесу, так скажем, в деревне, там у нас находится база. То есть там гриб принимается, сортируется, хороший гриб чистый отбирается на варку, мы его варим, затем фасуем вот такие фляги и перевозим сюда. Так скажем, если интересно, то это 100 километров от Колпашево. Это деревня Куржино, там у нас своя база заготовительная, большая база, достаточно большая. Белый гриб, мадосиновик, маховик, то есть вот эти боровые грибы, все там растут. То есть там сосновые бары в основном, там вот у нас произрастают. Транспортные расходы очень большие, то есть логистика сложная. Туда добраться, к нам на базу, летом сложно. То есть там на пароме 4 часа, потом по дороге еще 70 километров, там дорога вся в яма, в рези. И нанять один паром только стоит 25 тысяч. Какие сложности, но северный бизнес словно развивается вопреки. Белый гриб на краю Томской области продается практически во всех регионах. Сибири и во многих городах центральной части России. Для удобства логистики Игорь даже открыл свой склад в Новосибирске. В основном это сети фермерских магазинов. Хоть и не крупные ритейлы, но спрос на объемы растет. По нынешнему сезону белого гриба мы сварили 4,5 тонны. Подосиновика 2 с небольшим тонны. Грузди мы закупаем на Алтае. У нас цикл такой, что мы с июня уезжаем на заготовки. Там подготовка сначала, как обычно. Гриб пошел, мы переключаемся на гриб. Начинаем гриб закупать, перерабатывать. Все, в конце сентября мы сюда вывозим продукцию. И с начала октября мы запускаемся где-то со 2-3 октября. Мы уже здесь работаем на переработке. Чтобы сделать качественный гриб, качественную продукцию, нужна ручная работа. Для чего? Для того, чтобы весь гриб просмотреть. Если это было бы другим способом, то на черливость не просматривается. А вот именно вручную, когда перебирается, гриб весь просматривается. Вот видите сами, каждый грибок девочки берут, режут. Автоматизировать нет. Просто гриб будет некачественный. Мы, так скажем, не гонимся за количеством. Мы лучше качественно сделаем. Мы боремся только за качество. Чтобы гриб был, во-первых, не червивый, вкусный. Чтобы никаких претензий от покупателей не было. Ну, только вот такие критерии. Всю свою продукцию делаем по собственным рецептам. Ну, где родители подскажут. Где там, так скажем, у бабушек, у дедушек. Там вот эти все рецепты, все это срисовывали. Что-то экспериментировали, пробовали. Ну, вот довели, так скажем, до идеала. Фермерскую продукцию купят всегда. Объясню, почему. Потому что она будет отличаться от той продукции, которая продается в обычных магазинах. Так скажем, в крупных сетях. Но она сделана с душой, во-первых. Вкусная, без консервантов. Как Игорь начинал грибной бизнес со своими родителями, так и его сын сейчас работает у отца на производстве. Заведует технологическими процессами, любит тайгу, а к лесному труду приучен с детства. Родители, так скажем, приучивали тому, что на школьные принадлежности нужно зарабатывать самому. Ну, и мы, так скажем, ездили в лес на заготовки вот этих вот грибов. Зарабатывали свою копеечку, вот, чтобы купить там в школу какие-то тетрадки. Ну, как бы, так скажем, приучали родители нас к тому, чтобы, ну, зарабатывать самим. Вот. Но это все же интересно. Гуляешь по тайге, как бы, зарабатываешь денежку. Наша продукция очень нравится. Вот. И это как-то мотивирует, я так бы сказал. Мое удовольствие я получаю, когда моя продукция хорошо расходится. Вот это для меня самое главное удовольствие. Лайфхаки. Грибной бизнес. Ищите хорошие площадки для сбыта. Не бойтесь погоды и расстояний. Создавайте уникальный вкус. За ним покупатель всегда вернется. Создавайте уникальный вкус.